В принципе, ко всему этому я чуть более, чем полностью имею отношение. А сейчас, в последние лет, наверное, 8, или что такое, я написал вот эти штуки, тоже вместе с моими замечательными коллегами, и некоторые из них вполне себе заслуживают внимания. Я тоже писал на PHP, мне за это совершенно не стыдно, время это было потрачено не зря. А еще я писал немножко даже на Lingo и на Action скрипте, и вообще на всем, на чем я писал, за это мне совершенно не стыдно, мне стыдно за другое. И это имеет прямое отношение к тому, о чем мы с вами сегодня поговорим. Значит, я работаю в компании WeTransfer, мы осуществляем перенос идей на большие, средние и малые расстояния. У нас есть всякие замечательные продукты, у нас есть WeTransfer.com в сайте, у нас есть Paper, у нас есть Collect и у нас есть Paste для презентаршек. В WeTransfer очень много файлов, очень много Ruby, очень много JavaScript, просто немереное количество, и TypeScript тоже порядком. Если кто WeTransfer не знает, то выглядит он вот так. Значит, вы, соответственно, закладываете файлики с левой стороны, и у кого-то, кому вы их отправляете, они вылезают тоже с левой стороны. Вот, и если кто-то, как бы, может быть, это будет любопытно, что каждый файл, который вы загружаете на WeTransfer, проходит через разнофтяческий RubySoft на входе и на выходе многократно, это мы тоже обсудим. Значит, WeTransfer основан и находится в Амстердаме. Значит, 3XA, значит, это герб Амстердама, если кто не знает, это не логотип Порнастудии, это три Андрейских Христа, чтобы вопросов не возникало, и герб этот сильно предвосхищает, значит, наличие квартала Красных Фонарей. В Амстердаме есть очень-очень-очень много велосипедов, просто немеряное количество, значит, велосипедов больше, чем у людей в Амстердаме присутствует. Значит, по последним докладам муниципалитета велосипедов вот столько, а жителей вот столько. И это не доклад британских ученых, а муниципалитет об этом говорит. То есть их даже слишком много. Велосипед — интересное устройство, у него долгая и занятная история происхождения. Вообще-то первый велосипед выглядел вот так. Значит, зачем нужна хреновина за дяденькой, я, в общем, умилотник. Вот. Допустим, допустим, не буду загадывать, но, короче говоря, велосипед был без педалей, без цепи, без цепи. Трансмиссии, без ничего, он был для очень крепких ботинок. То есть вы как бы возгромождаетесь на него, и, значит, бежите, 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 и можно там с горочки съехать. Но уже, например, имеются тормоза, имеется седло и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, он велосипед, потому что вы быстро бежите ногами. Называется такой велосипед, кстати, дрезина, то есть настоящая дрезина — это вот это. Это не то, что ездит по рельсам, а это вот это вот. Вот. И мужик, который его изобрел, и получил у него патент, его звали и господин Дресс. Поэтому это и называется дрезина. Это, между прочим, 1817 год. Вообще просто сложно даже представить. Это, между прочим, тоже велосипед. Это называется пеннифартинг. Значит, почему это называется пеннифартинг? Потому что одно колесо огромное, как одна монетка, а другое крошечное, как другая. Значит, пеннифартинг — крайне прикольная вещь, потому что убиться так, как на велосипеде пеннифартинг, сложно вообще на чем-нибудь еще. То есть, может быть, на мотоцикле 500 кубиков можно, но, короче говоря, например, падение через руль, переломы кистей рук были, значит, частым событием. Тормозить тяжеловато и так далее, и так далее. В общем, отличный агрегат для тотального травматизма. Есть, конечно, может быть, кто-то помнит такой замечательный велосипед. У кого в детстве такой был? О, 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 о. Old Faggy, Old Faggy, репрезент. Так, отлично. Украина была. Да, конечно. Конечно, и Украина тоже была. Харьковский велозавод. Мы к нему тоже вернемся. Значит, и вот это, между прочим, тоже велосипед, как мы все знаем. Но это велосипед для трековых гонок или для гонок с преследованием. И у него, например, эти штуки, которые там заменяют опыт, они имеют аэродинамические свойства. Они такие не для того, чтобы реклама на них была, а чтобы ехать быстрее. Значит, в Амстердаме основная велосипедная модель, предлагаемая населению, это вот такая штука. Называется это ОМОФИТС. ОМОФИТС – это значит велик для бабушки. Значит, почему велик для бабушки? Потому что, соответственно, с низкой рамой на него удобно залезать. На руль можно повесить пакетики с продуктами, авосечку и так далее, и так далее. Значит, какие у него есть, значит, какие у него есть свойства? Значит, у него есть один тормоз. То есть, на самом деле, у него есть, конечно, два тормоза, но это месяца на два. А потом остается один. Потому что больше, на самом деле, не надо. Значит, из навесного оборудования у нас есть свет, потому что без него впилят штраф на улице. И есть звонок, чтобы распугивать туристов, которые заходят на велосипедную дорожку и не понимают, что это уже не кротуар. Иногда бывает багажник, который крепко-крепко привинчен большими болтами. На самом деле, интереснее в этом оба-фитце другое. Интересно, чего в нем нет. Значит, вот этого всего на оба-фитце нету. Например, там нет ручных тормозов, там нет гладких слиповых шин, там нет клипс для педалей, там нет переключения скоростей, нет сумок и бардачков, нет амортизаторов, вообще ничего нет. Значит, почему там нет ручных тормозов? Потому что нормальный ганский человек умеет ездить на велосипеде под дождем. А дождь происходит полгода, значит, и ручной тормоз просто не в состоянии выдержать. Как бы на одном ручном тормозе вы просто не затормозите как следует перед американским туристом, который бухой, значит, вышел перед вами на велосипедную дорожку. А на ножной тормоз на него можно просто встать, и он вас отличным образом затормозит. Все плюшки и бардачки, значит, красивые лампочки и прочие, 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 которые вы на этот велосипед наденьте, на следующее утро их там уже не будет. Значит, экономическая формула такого амстердамского велосипеда заключается в том, что, если что, то такой же можно купить за столько же завтра с утра. Вот, поэтому существует определенный, значит, определенный минимализм. Переключения скоростей тоже не нужны, и я покажу почему. Значит, для хипстеров с семьями существует такой вариант, в такой велосипед можно положить много всяких продуктов, а самое главное, можно посадить бэбиков до пяти штук, например, и везти их на прогулку. Значит, такой велосипед, между прочим, стоит, ну, типа там, ну так, тысячу евро, например, может стоить полторы и так далее. Значит, почему нету, почему нету скоростей? Вот почему, значит, это карта высот Амстердама, да? Перепад, ну, я не знаю, там, ну, 10 метров максимум. Для сравнения, смотрим карту высот Киева, да? То есть, вот, например, в Киеве я бы на амстердамском велосипеде бы вот не поехал. Ну, то есть, как бы поехал, но только, ну, если бы я, если бы я решил, что мне нужно увеличить толщину моих игр, там, в три раза. За месяц, да? И вот на велосипеде Украина, Харьковского завода, я вот не поехал бы по Киевским холмам, потому что, потому что смерть по парусам наступит. Значит, о чем, о чем речь, ребята? Что много всякого разнообразия на свете, да? Есть много вещей, которые кажутся абсолютно одинаковыми, но на самом деле они решают немножко разные задачи и предназначены для немножко разных условий. Поэтому изобретение велосипеда, это не изобретение, а это на самом деле просто дело, да? То есть, вам нужен велосипед, например, который заезжает на холм и возит трех карапузов. Или вам нужен велосипед, который проезжает 50 километров от работы до дома, и он вас довозит на работу, а с работы до дома у него, например, есть аккумулятор, чтобы не надо было педалить особо интенсивно, потому что вы уже устали, насиделись на agile митингах, значит, надвигались карточек в жире, уже так тяжеловато, значит, и это на самом деле не каприз часто, а это просто возникновение проблемы, а-ля мы не полезем на Киевский холм на велосипеде Кама. Вот и все. Значит, и мы с вами рассмотрим несколько кейсов, которые выглядят как абсолютнейшее изобретение велосипеда, но на самом деле у них есть причины, и про эти причины мы поговорим. Значит, одна из штук, которая у нас используется очень интенсивно, она называется Ziptricks, которая всего лишь навсего еще одна библиотека для zip-файлов для Ruby. Казалось бы, вообще, зачем это нужно, да, вот, сейчас вот с вами разговаривал Саша, например, он мой тренер Ruby Zip, он вот знает, что я сейчас покажу, сколько у Ruby Zipа форков, watchеров, значит, пользователей, зависимости и так далее, и так далее, и так далее. Шикарная, классная библиотека, старая, проверенная, все дела, то есть, вообще, респект. Только надо переписать. Об этом мы тоже поговорим. Значит, а это то, что есть у нас. Ну, то есть, как бы так. Тоже не плохо. Ну, да, ну, казалось бы, в форме ниши велосипеда, значит, откуда это возникло? Значит, у нас все скачивания файлов из vtransfer проходят через Ruby серверы. Каждый раз, когда вы скачиваете чего-то с vtransfer, эти файлы пролезают через Puma. Почему? Когда у вас файлов в одном трансфере много, и вы их скачиваете несколько, они проезжают через динамический zip-архиватор. И эти zip-файлы создаются на лету. И самое главное, что у нас есть фича, когда вы кому-нибудь отправляете, значит, файлики, вы получаете e-mail о том, что этот человек эти файлики скачал. И что характерно, вы этот e-mail получаете не когда он нажал на кнопочку скачать, а когда к нему уехал последний байт. И если у вас, например, папочка, которую вы отправили, допустим, 2 гигабайта, то если этот человек качает эту папочку 12 часов, а потом отправляется в Webhook, и поэтому в Webhook отправляется e-mail о том, что все скачено успешно. Значит, и нам нужно делать вот это все, а еще мы вот хотим такие вещи знать. Например, какого размера будет zip после скачки? Зачем это нужно? Когда вы чего-то скачиваете, особенно что-то большое, очень приятно видеть, что у вас скачалось полпроцента, а осталось еще 200 тысяч раз постолько же, и займет это 2 часа. Если вы не знаете, какого размера будет zip до начала скачки, то вы не можете отправить header, просто header component length, вы не можете отправить, и, соответственно, у человека будет показано, что у него происходит скачка. И вот она будет происходить, 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 а человек не может понять, когда она закончится, сколько осталось. Можно уже закрывать лаптоп и уезжать с работы или нельзя. Покажите это в углу. А? В углу покажите. В углу? Да, у них в гугл драйве, когда ты скачиваешь, он говорит, я качаю, а сколько? Про это мы тоже поговорим. Значит, у нас круче, чем у гугл драйва. Я не шучу, между прочим. Значит, потому что у гугл драйва есть такая штука, которая называется preparing zip. Если вы скачиваете много файлов, то сначала он вам крутит колесико и говорит preparing zip, preparing zip, а потом он вам что-то такое выдает. У нас этого нету, потому что это не нужно. Значит, а еще нам нужно, чтобы у нас был резюм. То есть, например, если вы чего-то скачиваете, то в течение какого-то количества минут, если у вас прервется скачка, вы можете ее в Download Manager Chrome или там, чего у вас есть, вы можете ее резюмнуть и сказать, значит, продолжайте, пожалуйста, с того же места. Это работает для zip-ов, создаваемых на лету. То есть, мы zip-файл как таковой нигде не сохраняем, он динамически генерируется нашим download-сервером, и вы можете действительно его скачку резюмить с любого места. Нам нужно было, чтобы zip-64 работал. Zip-64 – это когда у вас больше файлов, чем сколько-то, или когда эти файлы, которые вы в zip засовываете, больше, чем сколько-то, или если вы хотите хранить ваш zip больше, чем на тысяче дискет, если у вас возникают такого рода проблемы, вам нужно обратиться к специалисту. Значит, то есть, например, нам нужна была вот такая фича, да, то есть мы говорим, у нас вот есть вот столько-то файлов какого-то размера, если мы их запихаем в zip, сколько у нас будет байтов, да, для пользователя на выходе, ну, с точностью до байта. Значит, а самое главное, нам хочется делать вот так, то есть нам хочется брать сокет, и в этот сокет писать этот zip, как бы на ходу. Ну, это немножко упрощенная как бы схема, но более или менее нам хочется этого, то есть нам хочется, чтобы какая-то zip-библиотека некая вписала, значит, все кусочки зипа, которые имеют отношение к формату zip, вот, а мы будем, соответственно, брать файлы, у нас они лежат на S3, и будем их как бы подшивать в этот zip на ходу. И почему здесь сокет? Сокет здесь потому, что, вот, да, да, значит, есть вот такая история, фарш невозможно провернуть назад, потому что сокет, он, ну, как бы сокет, вы в него записали, и вы не можете в нем потом его отмотать назад и сказать, о, теперь мы знаем, какого размера этот файлик в zip, поэтому мы здесь поменяем вот эти вот 8 байтиков, и у нас будет размер точный и правильный. Значит, и что мы, значит, что мы делаем? Значит, мы открываем RubyZip и смотрим, что нам нужно сделать с RubyZipом для того, чтобы у нас получилось что-нибудь, что мы хотим. Значит, поскольку у нас красивый, в общем, хороший, компактный язык, и RubyZip вроде бы хорошо повязан на модули, мы думаем, окей, значит, есть некая структура библиотеки, которая существует... Мы потом поговорим с вами, мужчина. Значит, есть некая структура библиотеки, и вот если мы, например, значит, возьмем и вот, например, поменяем вот этот вот кусочек, то, в принципе, норм. Окей. То будет хорошо. И вот меняется этот кусочек, ну, нет, не едет. Значит, ну, окей, хорошо, давайте поменяем вот эти два кусочка. Нет, нет, нет. Тоже как-то не особо. В итоге возникает вот такая картина. То есть мы думаем, что, значит, есть некий набор функций, который нам нужен, есть огромный набор функций, которые предоставляет библиотека. RubyZip предоставляет много функций, библиотека богатая. Там много всяких классных штук, да? Но и мы думаем, что вот есть некое, некое, вот, значит, совмещение этих двух вещей, и вот мы как бы им воспользуемся, а вот эта штучка, которая торчит, ее мы как-нибудь там напильничком приварим с бачка, значит, то-сё. Вот, а выясняется, что совершенно все не так. То есть нам нужно у существующей библиотеки вырубать и вырезать какие-то куски, которые мешают нам делать то, что нам нужно. И делать это в совершенно неожиданных местах, делать это сложно, и в какой-то момент у этих действий, значит, наступает лимит. До какого предела мы готовы хачить чужие вещи, чтобы получить то, что нам нужно? Значит, для тех, кто... Не Александр? Значит, небольшой экскурс в историю, значит, невероятно пьющего изобретателя формата ZIP. Он умер от, если я не ошибаюсь, разрыва печени. Он был страшный алкоголик. Конечно, после такого формата. Ну, да, но он его сначала придумал, а потом как бы... Но про него вообще такие истории есть, почитайте как-нибудь в случае чего. Это просто драма. Значит, как у нас устроены ZIP-файлы? У нас есть... Значит, у нас есть ZIP-файл. Если, условно говоря, ZIP-файл идет сверху вниз, то у нас сначала есть локальный заголовок для некого файла, который в ZIP засовывается. Потом тело этого файла, который в ZIP засовывается, оно может быть пожатое или не пожатое. Нам нужны были тела не пожатое. То есть мы берем просто файл, который нужно подшить в ZIP, и его копируем по байтову внутрь этого ZIP. Значит, дальше еще один файл, который в этом же ZIP находится. Дальше еще раз заголовочек для первого файла, заголовочек для второго файла и специальный маркер, который в самом конце. Соответственно, когда мы ZIP читаем, если мы хотим его считать эффективным образом, то мы находим сначала вот этот маркер. Этот маркер говорит нам, где начинаются вот эти штуки. и в этих штуках записано, где находится локальный заголовок, и уже после локального заголовка находится собственно тело файла, которое можно считать. И, соответственно, если вы генерируете ZIP, то это значит, что вы начинаете с самого верха, и в самом конце вы генерируете этот маркер в конце каталога, который у вас есть. Значит, там есть всякие нюансы, когда у вас большие файлы, там включается ZIP 64 и так далее, и так далее, но в общем и целом, грубо говоря, в первом приближении это выглядит вот так. Значит, кусок, который нас интересует, это вот этот кусок, это собственно локальный заголовок, потому что в этом локальном заголовке записано точно, какого размера будет вот эта штука, и записана ее контрольная сумма. И эти значения, они должны быть очень точные, они должны полностью как бы соответствовать тому, что здесь находится. Причем там размер тела записан, записан и до компрессии, и после. Соответственно, если вы никакой компрессии не применяете, размеры эти будут одинаковые, если вы компрессию применяете, то, скорее всего, закомпрессированный размер будет меньше, если только вы не пожимаете ZIP-ом MPEG файлы зачем-то. И существует способ, вместо того, чтобы указывать размеры наверху, условно говоря, сначала вывести весь файл, а потом здесь приписать маленький кусочек, в котором эти размеры указаны, и контрольная сумма тоже указана. Это вам позволяет действительно писать этот ZIP сверху вниз и не возвращаться. Значит, RubyZip работает не так. RubyZip пишет вам эту штуку сверху, он забивает размеры, которые там должны присутствовать некими прикидочными значениями, а потом, когда вы вывели это тело файла, он возвращается назад и тут меняет все эти значения на правильные. Но, как мы знаем, фарш невозможно провернуть назад. Значит, да, соответственно, у нас, например, есть фишка с резюмом, она позволяет делать, например, вот такую штуку. То есть вы можете в нашем даунлоуд-сервере запросить range, который, например, даст вам кусочек из тела файла внутри ZIP-а и кусочек какого-то служебного сегмента этого ZIP-а динамически. Ну, как бы для примера. И началось это все вот так. И, может быть, может быть, это бы и сработало. И вообще, так оно и работало до какого-то момента. То есть Ziptricks был, по большому счету, оберткой вокруг RubyZip-а, подхаченного вот таким вот замечательным образом. То есть здесь, поскольку все эти значения мы знаем заранее, мы их задаем, когда мы только начинаем выводить файлик внутрь ZIP-а, чтобы их не нужно было потом переписывать. И вот здесь, вот, там, где RubyZip пытается вернуться и переписать локальный заголовок, мы говорим не. Значит, изданно-перимыч, как это называется. Есть еще GameZipLine для вывода Zip-ов из рельсов. Он делал немножко другую штуку. Они реализовали то, что называется Data Descriptor. Data Descriptor это тот самый маленький кусочек, который можно после тела файла вывести в Zip, в котором присутствуют определенные магические байтики и, значит, контрольная сумма и эти вот эти два размера. До компрессии и после. Значит, они эту штуку решили по-другому. Значит, когда мы разбирались в моменте сентенсы. Я, если не коданит, а вам презентация на русский язык немножко сложна. Значит, когда мы пытаемся разбираться в чужих программах, мы часто ругаемся, что есть спагетти. Спагетти-софтвор. То есть, концов не найти, все совсем связано, все-все вызывает и вообще непонятно, кто за это отвечает. Значит, у RubyZip есть немножко другая сложность. RubyZip это то, что называется Ravioli Software. Ravioli Software это значит, что все распаковано в настолько маленькие модули и классы, что пока у вас возникнет некая ментальная картина того, как оно на самом деле работает, можно потратить до полдня или день. и какие из этих Ravioli нужно заменить, иногда бывает тяжело разобраться. Значит, и самое главное, что в какой-то момент мы выяснили, что одна из этих Ravioli, она вот, собственно, вот эта. Значит, она пишет мы с вами потом поговорим. Значит, она пишет некое количество нулевых байтов, которые потом могут замениться Zip64 значит, сегментиком, есть ли файл, который туда записан, окажется того размера, который требует Zip64. И оказалось, что некоторые разархиваторы это просто не открывают, потому что они видят, что присутствуют некие непонятные, значит, непонятные экстраполи в этом Ziparchive, и они говорят, окей, я не знаю, как с этим быть. Значит, и, соответственно, есть еще всякие особенности, значит, но самое главное, вот этот вот второй пункт, с этим было сложно, потому что мы уже все, мы уже все перемычки поставили, все прохачили, ну что теперь делать, соответственно, уже половину рубези заменять чем-то еще. Значит, имеется проблема, что нам предлагается велосипед Peugeot года 1994, где-то со скоростями, там, со всеми делами и так далее, а нам нужен хипстерский, значит, на сликах фиксель. И вот сложно один другой переделать, потому что можно, конечно, болгаркой срезать с велосипеда Peugeot все, значит, все монтировочные скобы под тормоза и бардачок и т.д., но в какой-то момент этот подход себя исчерпывает. Значит, мы решили немножко подойти с другой стороны. Что мы сделали? Мы взяли все кусочки, которые касаются непосредственно файлового формата zip, просто взяли спецификацию и ее там попунктово отсмотрели. Значит, и дальше мы все, что касается записи этих магических байтиков и сегментиков в zip, все это было засунуто в один файл простыней просто. То есть, у нас есть там вывод такого-то сегмента, значит, это будет RubyMethod на 100 строк. И окей. Но зато там видно, как оно выводится от начала и до конца. Там нету объектов, там нету наследования, ничего этого нету. И дальше мы этот класс, который у нас получился, который, собственно, пишет байты для zip, мы его тестируем. То есть, например, что будет, если вывести конец этого zip на все эти 3 терабайта? Что он тогда запишет? Значит, этот объект имеет 4 метода. Вот они все. И все аргументы в этих методах задаются явным образом. То есть, там никаких instance variables, ничего нету. это то, что называется stateless object. То есть, у него нету внутреннего состояния, вы просто вызываете на нем метод, даете ему I.O., который нужно записать, то, что он будет выводить, и все. Значит, что мы получили на выходе? Значит, вся эта штука, которая записывает все детали файлового формата zip, она 430 строк и куча комментариев. То есть, там просто взято описание полей из спецификации файлового формата и просто запестена как комментарий рядом с кодом, который эту штуку выводит. Значит, у нас автоматом, соответственно, юникодные имена файлов, которые в RubyZip до сих пор опция. У нас автоматом zip64, причем он не для всего, а он включается сам по себе, только когда возникает одно из восьми заковыристых условий, когда он вам нужен. То есть, вы выводите zip, в какой-то момент вам становится нужен zip64, ziptricks автоматически начинает дописывать кусочки, которые имеют отношение к zip64. У нас есть дата-дескрипторы, чтобы можно было делать вывод, когда вы не знаете, какого размера будет пожатый сегмент. У нас есть keyword arguments, потому что уже там 2000-е годы, и т.д. И что прикольно, что поскольку это простыня, то есть это один файл, в котором тупейший императивный код, который называется запиши эту хрень, запиши эту хрень, запиши эту хрень, он очень легко портируется. Мы портировали его на эликсир, точнее мы заставили одного человека портировать его на эликсир, после того, как он пришел и на интервью мне час рассказывал про то, что объектно-ориентированное программирование мертво, и все нужно переписывать на эликсире. Вот. Но еще мы его портировали, например, на кристалл, и может быть, что этот класс фактически побайтово станет частью zipовой библиотеки в кристалле стандартной. Значит, и всякие еще есть радости, то есть, например, мы можем считывать zip по HTTP, нам это было нужно для того, чтобы свои старые файлы переконвертировать в новый формат, потому что раньше у нас хранились заготовленные заранее zipы на S3, а сейчас у нас хранятся отдельные файлы, которые ziptricks комбинирует в zip по заказу. И чтение zip файлов по HTTP, оно происходит не от начала до конца, а сначала находится этот маркер в самом конце, потом он считывает оглавление архива и потом можно например сказать дайте мне начало тела 15-го файла из 2000. Значит, у нас есть подсчет размеров при скачке, то есть, какого точно размера по байтову будет файл, и т.д. Ярд, и... А, еще у нас есть очень модная фишка параллельная компрессия на нескольких серверах сразу, но это совсем для нердов. Значит, какие из этого можно извлечь наблюдения? Во-первых, попробовать адаптировать что-то, что уже есть, всегда лучше идея, чем сразу начинать что-то делать самим. Во-вторых, в какой-то момент этого становится недостаточно, и этот момент нужно отслеживать. Когда он наступает, переделать, сделать свою, то, что называется, clean room implementation, это нормальная история. Значит, и сделать еще одну библиотеку для чего-то утилитарного и маленького это тоже абсолютно нормально, потому что я смотрел неделю назад в карго репозитории для Rasta и даже там зиповая библиотека две штуки. Поэтому, я думаю, что это нормальный подход. А дальше есть интересный момент, что, например, сидит Александр, есть, репозиторий RubyZip, и там лежит RubyZip, который делал много людей много лет. Они приняли какие-то решения, они о чем-то договорились, у них есть свои какие-то причины, почему они сделали его таким образом, каким они его сделали. И вот я такой туда приду и скажу, все говно, все говно, все перейдет, ничего не годится. Мы это знаем. Минуточку. Так вот, если я нахожусь здесь с вами, то я сейчас могу после презентажки подойти к Александру и сказать, слушай, давай, немножко это, но если я сижу в Амстердаме и существует репозиторий RubyZip и разные люди туда что-то коммитят и что-то там фиксят, я не могу туда прийти и открыть issue, которая называется архитектура библиотеки не позволяет реализовать essential functions, которые нам необходимы. Ну, потому что это свитство, да, так не делают. То есть, нету социального протокола для больших рефакторов. Было бы круто, если бы он был, на самом деле, потому что, как бы, когда маленькое, что-то подфиксить в опенсорсе, все, в принципе, знают, как это делать, открываешь pull request с тестом, там все дела, объясняешь, какая у тебя проблема, вот проблема, вот решение, никакие решения предыдущих мейтейнеров этим решением не затрагиваются, все политически корректно, все счастливы, отлично. Но когда вот что-то такое происходит, социальный протокол, на это дело нету, это черный ящик. Вот, может быть, мы с Александром сегодня знатно напьемся вечером и на самом деле установим социальный протокол. Это тоже вариант. Судьба нас свела, пришлось приехать в Киев. Значит, рассматриваем кейс второй. Кейс второй это LaunchDarkly. Кто здесь знает LaunchDarkly? Совсем никто не знает. О, окей, у них целый рынок впереди. Значит, LaunchDarkly это стартап, фирма, продукт, который позволяет вам делать фьючер-флаги и EB-тестирование в ваших аппликейшенах, то есть они предоставляют вам сторож для этих фьючер-флагов, они предоставляют интерфейс, в котором продукты и девелоперы могут менять, значит, сколько людей получает включенный фьючер-флаг, сколько получает выключенный. И, в принципе, это работает очень неплохо. Оно, мы до того, как мы купили LaunchDarkly, мы пробовали сделать что-то свое, сделали его на эликсире, оно не сделалось хорошо, проект был, в общем, неудачный, потому что мы не могли тогда подтянуть еще один рантайм, еще один язык в компании, это дело не взлетело, с LaunchDarkly все пошло нормально, значит, работает оно примерно так, то есть оно скачивает таблицу EB-экспериментов, например, у вас там есть какая-нибудь свистелка в правом верхнем углу, у вас есть фьючер-флаг, свистелка в правом верхнем углу, и у вас в LaunchDarkly хранится информация о том, что 20% пользователей получат свистелку в правом верхнем углу, и их библиотека, она скачивает эту таблицу, и по этой таблице может вам посчитать, если у вас, допустим, UserID 15, значит, у него будет свистелка в правом верхнем углу, а если UserID 35, то не будет. В принципе, простейшая вещь. Значит, вот такой у них примерно API, так этим пользуются, то есть у вас есть некая библиотека, вы ее, значит, создаете, и вы ее можете спросить, включена ли свистелка в правом верхнем углу. Значит, и они делают HTTP-запрос из своей библиотек, чтобы получить эту таблицу фичер-флагов. В принципе, все норм. Значит, но они открывают постоянное соединение со своим ивентсорсом, потому что, если Product Manager переключил фичер-флаг с 20% на 25%, они считают, что во всех дипломентах в течение полусекунды должно обновиться состояние этого фичер-флага. А еще каждый раз, когда эвалюитится один из этих фичер-флагов, они записывают об этом ивент, и потом эти ивенты они отправляют себе же на сервер, чтобы Product Manager мог видеть график rollout фичи. Ну, с одной стороны, это окей, но там, да, каждый процесс, каждый процесс, что значит каждый процесс? Значит, это значит, что у нас, допустим, есть Unicorn Master, у нас есть Unicorn Worker, и каждый Unicorn Worker будет подключен к LaunchDarkly постоянно, потому что это ивент-сорс, то есть он открывает длинноживущее HTTP-соединение, сидит на этом HTTP-соединении, чтобы получать из него ивенты, а еще он отправляет запрос в LaunchDarkly, чтобы отправить ивенты, о том, что, значит, про свистелку в правом верхнем углу было 50 эвалюэйшенов или 100, да, а еще он периодически получает целиком новые версии фичер-флагов, потому что они не приезжают через этот ивент-сорс, они скачиваются отдельно, и, соответственно, когда у нас один Unicorn Worker или одна Puma, все окей, потом у нас может быть два Unicorn Worker, значит, а потом у нас может быть несколько Unicorn Master на одном сервере, ну, а потом у нас может быть много серверов, и мы такие говорим нашим админам, ребята, знаете, вот у нас тут, знаете, нам нужны вот фичер-флаги, и они такие нет, мы такие но, нет, нет, потому что нет, и я, вот, я их понимаю, значит, и проблема даже не столько в этом, значит, а проблема в том, что для того, чтобы библиотека умела делать вот такого рода вещи, да, в ней должно быть либо, как бы, либо в ней должны быть свои потоки, которые это все делают, либо в ней должен быть event-реактор, который слушает этот, значит, который слушает этот event-сорс, и, значит, для, да, чтобы объяснить порядок, порядок бедствия, значит, в принципе, условно мы делаем вот это, да, потому что evaluation engine, launchdark, и он делает, грубо говоря, это, то есть он высчитывает вам псевдо, значит, псевдо-рандомный, псевдо-рандомный номер из какого-то идентификатора пользователя, который не меняется, то есть либо session-id, либо user-id, и, исходя из него, значит, говорит вам, он, этот пользователь попадает в корзину для свистелки в правом верхнем углу или нет, да, значит, для того, чтобы все это работало в тот момент, когда мы интегрировали launchdark, или нам понадобилось бы всего лишь вот все вот это, значит, соответственно, мы видим, что тут вся история Ruby concurrency отражена в полной мере, то есть у нас будет и concurrent Ruby, и celluloid у нас будет, и Neo у нас тоже будет, и celluloid у нас будет еще запинен для этой версии, а еще у нас будет Faraday, и еще у нас будет RedSafe, и еще у нас будет NTHTP Persistent еще для полного пакета, значит, то есть у нас будет и concurrent Ruby с потоками, и celluloid, ну что, два раза не вставать, как бы давайте, может быть, один для чего-то лучше, чем другой, давайте попробуем оба, ну, внутри celluloida на самом деле сидит, это просто, как бы, моя неограниченная жестокость, с Neo4R же начался внутри celluloida, по-моему, вот, и что-то там будет происходить, там будут какие-то mutex открываться, закрываться, exception-ы будут кидаться, reconnection-ы будут происходить, time-out-ы будут какие-то там, все, и это все, соответственно, происходит там, где никакая вещь типа Sentry или New Relic это просто не увидит, потому что оно там в фоне происходит, да, и при этом оно держит долготекущее соединение, и и у них был, в какой-то момент у них из-за этого всего возникло просто ограничение, что, типа, мы работаем до версии Ruby, там, 2.0, по-моему, 47, а мы уже в тот момент были на версии 2.1, вот, и что делать, и куда, и как, и целуют, а не пинят, for more control, написано в GameStake, значит, как, значит, что у них там происходит, значит, когда вы эвалюетите какой-нибудь feature flag, например, просвистенку в правом верхнем углу, то генерируется хэш с информацией о том, что это проэвалюетилось, дальше этот хэш засовывается в кью, этот кью слушает concurrent Ruby timer task, по-моему, он забирает эти ивенты из этого кью, он их агрегирует, какие-то делает подсчеты между ними, собирает в кучку, фильтрует пользовательскую информацию, и потом это все отправляет на сервер launch darkly, значит, в этом кью есть разные классы тасков, когда у вас, вы получаете таск из этого кью, то там происходит диспетч по типу таска, значит, что это агрегация или отправка, или очистка какого-нибудь кэша или чего-нибудь такое, и, в общем, короче, дело такое, значит, нам нужен велосипед старт-шоссе Харьковского велозавода, да, а предлагается нам вместо велосипеда старт-шоссе Харьковского велозавода нам предлагается дирижабль граф Цепелин, да, и, ну, штука, в принципе, достойная, то есть, ну, она как бы через океан может прилететь, вот, на гору легко залезать, потому что она, ну, ты горелочку-то подкрути, и она там поднялась, отчетка, вот, опасная немножко, взрывается, молнием чувствительная, но, ну, то есть, круто, но что-то многовато, да, и вот, как же быть, вот как же быть, вот как же быть, ну, вот, они говорят, что если вам не нравится, если у вас много серверов, и вам не нравится, что они все держат персистентное соединение на, с нами, то вы можете запустить проксю, которую они предоставляют в виде бинарика, и они тогда будут присоединяться к этой проксе, а прокся уже будет подсоединяться к ним. Красота. Ну, окей, окей, ну, что-то как-то тоже, не зашло, не зашло. Значит, я, если честно, считаю, что бэкграундные реакторы, треды, и всякие такие радости, в принципе, в приложении в моем имеют право иметь, ну, вот все вот эти 25 вещей, да, потому что, если какая-то библиотека запускает какой-то фоновый процесс, над которым вы не имеете никакого контроля, и который там как-то фейлится, не фейлится, там, ретрайдится, не ретрайдится, лочит GVL, не лочит GVL, по большому счету, это стрёмно, прям сильно стрёмно. Значит, и мы думаем, что, ну, окей, что будет, если мы применим нашу уже известную тактику, и сделаем строго установленных местах, мы попробовали это сделать, попробовали, а, да, и, соответственно, нужно понимать, что все эти concurrent и background вещи, которые там где-то циклами крутятся, из них еще память течет, соответственно, там, т.д. и т.д. Они, значит, они объекты, а объекты, которые в этот кью суются, если этот кью не опустошается достаточно часто, то и те же объекты в старый generation garbage collector еще уйдут, ну, короче, праздник. Значит, ну, вот мы думали, как-то вот так вот сделаем, но на самом деле в итоге мы решили поступить по-другому. Мы сделали вот так. То есть мы взяли тот кусочек, который берет эту таблицу feature flag и AB-тестов, которые у LargeDark'а есть, и просто ее скопировали целиком, потому что это то, что они продают, это то, что нам важно, и оно должно работать ровно так же, как это работает в их существующей библиотеке. И вокруг этого мы предприняли некоторое количество решений, то есть мы убрали все эти background-реакторы, все concurrent-таски, все это нафиг, поскольку у нас уже есть Redis, просто те же самые ивенты, они пихаются в Redis-очередь. Когда мы загружаем feature flag, мы их загружаем сразу в Redis, и процессы читают их из Redis уже вместе с Redis-овыми кэшами, потому что там таблица на самом деле, ну, я не знаю, сколько таблиц, ну, на килобайт, может, ну, на два. Значит, и в чем, значит, хитрость, да, и да, используется он вот так вот, то есть вы его явно, а, да, еще они требуют же, чтобы этот вот client-object, который у них есть, они говорят, это Singleton, поставьте его в Rails-конфиг и больше не трогайте это, потому что это Singleton, потому что на нем висят все эти очереди и реакторы. Значит, а у нас он просто инициализируется на каждом запросе, мы его ставим в рельсовый, в рельсовый middleware и кладем его в REC-environment, и оттуда его можно вот таким вот образом достать. А то, что должно происходить во всех этих реакторах и веб-лупах, мы его просто сделали вот так и все. То есть 45 серверов, но при этом на одном, там, где у нас крутятся все крон-джубы, просто раз в 5 секунд тупо забирается все из редиса, отправляется им и забираются новые фичер-флаги и засовываются в редис. Все. Два скрипта. Значит, а дальше наступает как бы вопрос, потому что вот есть какая-то вещь, которую нам вендор предлагает, да, мы ее по большому счету скопировали, полностью переделали, потому что мы глубоко не согласны и вообще против. Да, но теперь нужно ее суппортить, нужно ее апгрейдить, потому что если они добавляют какие-то фичи к своим фичер-флагам, нам нужно за этим следить. И, в принципе, тоже ситуация не идеальная. Значит, чего там происходит? Значит, слава богу, целлулойд оттуда выпилили. Они, значит, они заменили его на сокет-ресинг, конкар-трубе они еще не выпилили. Ахуеть, поменяли просто. И с вами, мужчина, вы тоже поговорили. Вот, значит, и до сих пор у них там все эти потрясающие фоновые вещи происходят, но они потихоньку соглашаются сделать их выключательными, хотя бы, потому что раньше они просто, ну, как бы, они там есть, и все, и конфигов для них нету никаких. И гвоздями крепить. И заварить, и закодрить. Значит, и с одной стороны я их понимаю, с другой стороны сокет-ресинки я пробовал на сильно нагруженном приложении, собственно, мы пробовали из него эти зипы в нашем download-сервере выдавать, и там тоже, в общем, есть тонкости, то есть, его нужно, его нужно уметь готовить, он очень быстро меняется, человек, который его делает абсолютный сумасшедший профессор из Новой Зеландии, и... А вот он, что такое, вот он, что такое, поехавший. Он асинхронный просто, нормально. Он живет во фьючер. Я просто сам этот чувак, я с ним чуть-чуть общался, я еще подумал, что у него как-то. Ну, он мэт-профессор, да, абсолютный мэт-профессор. Он чудесный, но как бы, но я вот, например, там, воткнуть сокет-ресинк в наш главный сайт на рельсах, чтобы он там в фоне чего-то делал, я не решаю, я очкаю, я не знаю, наверное, старый и какой-то самый аккуратный слишком стал, не знаю. А главное, что нам не нужен этот push-update, который предлагает нам Celluloid и в данном случае сокет-ресинк. Нам вполне достаточно, если product-менеджер нажал кнопочку и эффект этой кнопочки появился через 5 секунд. Он вполне потерпит. Значит, но у нас есть... Какой хороший мэм. Познакомлю. Значит, вот, у нас есть в любом случае заложена подстраховка. Какая подстраховка? Мы использовали абсолютно тот же самый API, значит, метод в метод, аргумент в аргумент, который есть у стандартного гема. То есть, это значит, что если в какой-то момент их гем, который они предлагают, он поменяется, и он станет нас полностью устраивать, мы можем просто свою штуку снести и заменить ее тем, что уже было. И ни один из вызовов, который мы сейчас делаем к своему гему, не перестанет работать, он будет просто вызывать то, что LaunchDarkly предлагает из коробки. Значит, а вот здесь наступает интересное. Значит, социальный протокол тоже в данном случае отсутствует, потому что есть как бы вендор, вендор что-то предлагает. Очевидно, что это что-то сделано странно, и что там не все как бы шоколадно. Вот, социальный протокол мы решили избрать такой. Мы, во-первых, сказали вендору, что, ребята, знаете, та штука, которая у вас есть, нас на данный момент не устраивает, мы не будем устраивать никаких разборок по этому поводу. Мы сделаем свою штуку, мы проверим с вами, чтобы она не отсылала вам, например, в 10 миллионов раз больше ивентов, чем надо, вот, и вы нам, пожалуйста, в этом деле помогите. А в обмен, мы не будем ее опенсорсить, и не будем вас позорить, и не будем вас обижать. И это нормально, то есть, потому что, потому что задача была получить фичер-флаги для свистелки в правом верхнем углу. Задача не была показать инженерам из LaunchDarkly, что Ruby можно писать как Ruby, например. Задача не была выяснить, какая модель конкуренси лучше для библиотеки, и нужна ли модель конкуренси для библиотеки, которую вы приносите в свой проект по каким-то другим причинам, да. То есть, задача была не выяснять отношения и не мериться письками, а задача была решить проблему, чтобы можно было заехать на холм велосипеде. Значит, LaunchDarkly это большая фирма, они получили большое финансирование, у них по бизнесу у них все очень хорошо, они предоставляют Ruby библиотеку, это уже круто, между прочим, потому что многие вендоры, они смогли, да, и это вообще commendable, потому что многие вендоры говорят, а, сейчас все равно все на гололанге пишут, а, сейчас все равно все на питоне пишут, а, на JS, на JS, да. А, все равно, ну да, и, в общем, и гема нету, и портировать его было бы ниоткуда, то, что они это делают, это уже супер, и мужик, который этот гем поддерживает, он тоже чудесный, калифорнийский мужик, славный, добрый, виллес. Минуточку. Здесь есть кодов-кодов? Организаторы. Организаторы, что происходит? Вот, то есть, короче, задача, задача совершенно не учить кого-то жить, а задача, а задача решить проблему, чтобы ничего не падало, и не текло, и не открывало 200 сокетов. И у нас просто, может быть, у нас другие трейд-оффы, потому что для других людей, которые ландждарки пользуются, все работает нормально. Со встроенным гемом. Значит, но наш бизнес, это не показать ландждаркли, что они могут по-другому написать в рубик-библиотеку об этом разговоре. Значит, вот так вот. И я считаю, что как один из возможных социальных протоколов, это окей. Но я могу, например, вам об этом рассказать здесь. Вы же никому, вы же не будете меня сдавать. Вот, например, вы теперь знаете, что так тоже можно делать. И это, и это. Причем у нас есть гитхаб-репозиторий, там есть тесты, которые гоняются. Эти тесты не открывают никаких сетевых соединений, тоже были переписаны, там, все в порядке. Просто это внутри компании используется, и все. Значит, какие наблюдения? Значит, опять же, сначала пробуем то, что уже есть. Во-вторых, опять же, смотрим, когда ничего не получается. Значит, у нас начало все не получаться, когда мы просто попробовали этот гем запустить, и на тот момент он был с нашей версией рубля несовместим. А потом мы там попробовали заменить лоуэллойд на HTTP-RB, и начала адски вытекать память в течение минут в огромных количествах. Ну, в общем, не летело. Еще одну библиотеку сделать тоже нормально, но совершенно необязательно устраивать конкуренцию с оригиналом, потому что в данном случае никаких больших бенефитов мы не получим, и мы будем почему-то конкурировать с собственной библиотекой вендора зачем-то. Вот. Значит, а еще есть такой момент, что вот есть замечательный человек Андрей Ситник, он недавно вот такой запостил, да, что мы, восточноевропейские люди, ужасно любим критиковать и ужасно любимым говорить. Так кто это, кому это надо вообще? Там, я не знаю, там, меня многократно спрашивают, у вас download server, ну, что вы на голанге его не написали? Можно было на голанге. Что вы modzip не взяли для Nginx? Отличная вещь, отлично работает. Вообще, знаете, есть, вот, есть какая позиция, понимаете? Позиция такая есть, да? И эта позиция неправильная. Да? Позиция это неправильная, почему? Потому что она душит креативность, она дает всем вокруг вас понять, что лучше бы они вообще не начинали заниматься, чем чем они занимаются. Да? они, ну, такая позиция, она отваживает мейтейнеров, она отваживает девелоперов, она отваживает вообще людей, которые хотят делать что-то хорошее. Эта позиция никому не нужна. это, у американцев, оказывается, есть даже выражение Russian feedback. А самое главное, что если мы себе позволяем себя так вести, мы забываем, что у нас на самом деле-то, ну, не все вообще в шоколаде, не все в шоколаде, не все в шоколаде, потому что вот этого всего нету, например, нормального, вот и не этого, и не этого, и не этого, и не этого тоже нет. опал, например, потопили, нету транспиляции в JS теперь, нету Ruby в браузере, и вот, например, люди, которые говорят, что не надо делать опал, они тоже говорят, а что мы будем, у нас уже есть там, сейчас вот, сейчас только, значит, третий том веб-пакового конфига напишем, и будет нормально, значит, JavaScript в Ruby приложении. Значит, об этом не стоит забывать, потому что экосистема у нас, ну, экосистема Ruby, она уменьшается, и каждый раз, когда мы кого-нибудь закидываем шапками и говорим, что не, перепиши на Гуланге, все перепишено, вот каждый раз, когда кто-нибудь переписывает, что это на Гуланге, наша комьюнити становится меньше, 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 и на какой-то переписке на Гуланге может, в общем, все и высохнуть, да, прошу об этом помнить. Я вот бы хотел продолжать писать на Ruby, на самом деле, мне вот Ruby нравится больше, чем Гуланг, и я бы хотел это делать вместе с вами. Вот такие дела. Жизнь многообразна, не забывайте об этом. У нас есть работа, еще есть замечательный всякий мерч, который лежит на ресепшене, на входе. Не забудьте приходить. Пойдем покажу. Да, есть хороший мерч, пойдем познакомиться. Вот, запретайте велосипеды, не стесняйтесь. Все, спасибо. А вопросы? На сколько именно вопросов? Парочку точно. Как бы мы не хотим. Вы когда главное оплатитесь на работу, не рассказывайте, что все надо переписать на Эрланд. Я уже это понял. Здравствуйте. Такой вопрос про вторую джемку и разраба там их в солнечной Америке. А вы с ним как-то договорились, что он скажет, если он там что-то совсем меняет? Или вы просто следите? Мы не договаривались, потому что если бы мы об этом договаривались, это значит, что я бы озаботил его дополнительными обязательствами. Потому что помимо той работы, которую он и так уже должен делать и может быть даже не успевает, ему бы нужно было еще мне сообщать, о, а вы важный клиент XYZ, вот специально для вас, значит, напоминаю, что мы сейчас поменяли формат такой-то и такой-то. Поэтому нет. Этой договоренности у меня с ним не было. У меня с ним было несколько разговоров про то, что как бы дядька, вот есть какие-то, такие-то вещи, они нас, грубо говоря, напрягают. Они нас не очень устраивают. То есть я понимаю, что у тебя не у всех, допустим, у ваших кастомеров есть Redis, но вообще нужно использовать тот shared store, который есть у приложения, в которое вы встраиваетесь и так далее, и так далее. Но чтобы он нам заранее говорил, что чего-то поменялось, нет. У них есть определенные версии API, которые используют их в библиотеке. И мы пользуемся тем фактом, что поскольку они много разных библиотек паблишат на разных языках, то они знают, что их кастомеры не будут обновлять эти библиотеки одновременно одним большим копом никогда. Поэтому мы знаем, что определенно версионированные endpoint будут поддерживать тот формат, который мы им отправляем. Это уже хорошо. А тогда попутный вопрос. А вы не пытались просто спихнуть свою библиотеку этому фонтренеру вместо той, которая есть? Мы добавили их в гитхабе, и мы им предлагали чего-то оттуда взять, если им хочется, и мы их просили посмотреть, не делает ли наша библиотека с их инфраструктурой чего-нибудь, что их сломает. То есть такая опция у них всегда есть. Такого просто кристалл вспомнил? У вас были попытки что-то портировать на кристалл? Зиптрикс мы уже портировали на кристалл. Сейчас в кристалле открыт. Значит, Зиптрикс стоит на нашем витрансферном гитхаб-аккаунте для кристалл. Он уже работает. У нас есть один маленький сервис на кристалле, который уже работает. Мы думаем сейчас попробовать download-сервер переписать на кристалл. А в целом впечатления? По-моему, очень здорово. Есть какое-то количество вопросов, но мне на кристалле, например, гораздо приятнее писать, чем на гуланге. И мейтейнеры кристалла гораздо более открытые, дружелюбные, приятные люди, чем мейтейнеры гуланга. Спасибо.